Представители лесничества и воспитанники Центра помощи детей, оставшихся без попечения родителей, всегда принимают участие в таких мероприятиях. Поскольку ежегодно вырубаться достаточно много леса, было принято решение его восстанавливать. Способы лесового восстановления есть разные. Это лесная культура, то есть способ посадки. Второе – посевы делаются. И третье – это естественное возобновление. То есть сохранение вот этих деревьев маленьких под пологом леса – это тоже является одним способом лесового восстановления. Это мероприятие очень важное. Уделяется в последние годы очень больше внимания именно лесового восстановления. Почему? Потому что вы знаете, какая у нас экология. Лес – один из немногих ресурсов, который подлежит восстановлению. Например, нефть или уголь невосстановимы. Традиционно в районе высаживают кедры и сосны. А сегодня ребята из Центра помощи детей, оставшихся без попечения родителей, высаживали ели. Сегодня отмечается Всемирный день посадки леса. Я приехал, чтобы посадить сосенки, чтобы лес рос, чтобы давал чистый воздух, чтобы был красивый лес. После общего инструктажа ребятам объяснили, как правильно садить маленькие деревья, что это не саженцы, а сеянцы, возраст которых всего три года. Далее ребята приступили к важному моменту – к самой посадке. Получалось у всех. Несмотря на пасмурную погоду, посадка елочных сеянцев составилась. Как говорят специалисты, хвойное дерево лучше приживается во влажной почве. Такие сеянцы хвойных деревьев будут расти и станут полноценным деревом только спустя 80 лет. Все зависит от погодных условий и человеческого фактора. Уже порядка 10 лет в нашем районе существует школьное лесничество, а ребята занимаются в кружках, выезжают на посадку лесов в весеннее время. Летом нежелательно садить, потому что как бы летом все-таки уже погода сухая, и надо во влажную почву садить. Или уже осенью. Если до 15 июня не посадили лесные культуры, то уже лесные культуры нельзя садить. То уже посадка переносится на осень. Сегодня в Усть-Алексеевском районе лес омолодили. Было посажено 4000 сеянцев. Через несколько десятков лет на месте этого пустыря вырастет большая еловая роща. Юрий Варонин, Максим Колосов, Новости провинции.